100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 35. Как обычно, перед просмотром попробуйте решить эту задачу самостоятельно. На первоначальном этапе воспользуемся готовой формулой. a в пятой плюс b в пятой степени равно a плюс b умножить на a в четвертой степени минус a в кубе b плюс a квадрат b квадрат минус a b в кубе плюс b в четвертой степени. Для тех, кто эту формулу не знает, ее можно было бы получить самостоятельно. Посмотрим, как это можно было бы сделать. Для того, чтобы разложить на множители левую часть, мы приравниваем к нулю и находим корень. Предположим, относительно a решаем. a в пятой тогда будет равно минус b в пятой. Извлекаем корень пятой степени и получаем a равно минус b. А это значит, что многочлен a в пятой плюс b в пятой можно будет разделить на a минус его корень. То есть на a плюс b. И это можно было бы сделать, например, в столбик. a в пятой степени плюс b в пятой степени. Далее мы делим в столбик на a плюс b. Кто забыл, как делить многочлен на многочлен в столбик, ссылка будет в описании к этому видео. И дальше, после деления, мы как раз получаем вот эту нашу вторую скобку. Итак, формулу мы получили. Попробуем ей воспользоваться. Тогда нужная нам сумма 1 плюс x в пятой степени будет иметь вид 1 плюс x умножить на 1 минус x плюс x в квадрат минус x в кубе плюс x в четвертой степени. Далее нам нужно разложить на множители вот эту вторую скобку. Для того, чтобы разложить вторую скобку на множители, мы ее приравниваем к нулю и получаем возвратное уравнение. Более подробно о том, как решать возвратное уравнение, можно будет узнать по ссылке в описании к этому видео. Так вот, это значит, что мы дальше будем действовать точно так же, как и в том случае, когда мы решаем возвратное уравнение. То есть у нас тогда получается, первую скобку мы перепишем, а из второй скобки вынесем x квадрат. Тогда в скобках у нас получается 1 разделить на x квадрат минус 1 разделить на x плюс 1 минус x плюс x квадрат. Группируем и получаем 1 плюс x мы перепишем x квадрат. А здесь у нас получается до полного квадрата вот этим двум слагаемым нам не хватает двойки. Значит мы прибавим 2 и вычтем 2. Тогда можно будет выделить полный квадрат. У нас тогда в скобках получается x плюс 1 делить на x. Все это в квадрате. Минус 1 мы вот у этих слагаемых тоже выносим за скобки. Тогда у нас получится x плюс 1 делить на x. Да еще минус 1 у нас оставалось. Вот здесь мы временно остановимся и отдельно разложим на множители вот эту нашу вторую скобку. Для того чтобы ее разложить на множители мы заменим вот эту сумму на t. Тогда здесь будет у нас t квадрат. Приравняем к нулю и попробуем разложить на множители. Тогда вот отдельно мы сейчас это будем делать. Тогда у нас получается t квадрат минус t минус 1. Мы приравниваем к нулю для того чтобы разложить на множители. И находим дискриминант. У нас получается 1 плюс 4 это будет 5. Находим корни. t первое второе равно минус b это единица плюс минус корень из дискриминанта. Разделить на 2. А это значит что данный квадратных трехчлен можно разложить на множители. Мы сейчас запишем отдельно. То есть t квадрат минус t минус единица у нас будет равно t минус t первое. Получается t минус единица плюс корень из 5 разделить на 2. Умножить на t минус t второе. Минус t второе это получается у нас единица минус корень из 5 разделить на 2. И вот теперь мы возвращаемся вот к этому нашему равенству. Давайте мы его перепишем. Вот таким образом. И попробуем посмотреть что у нас в результате получится. Значит у нас тогда единица плюс x у нас остается. x квадрат мы перепишем. Здесь у нас получается t минус вот эта дробь. А где у нас t? Вот у нас t где в скобках. Значит у нас тогда получается x плюс единица делить на x. Минус единица плюс корень из 5 разделить на 2. В скобках. А во второй скобке у нас будет x плюс единица на x вместо t. И у нас будет... Давайте вот этот минус сразу уберем вот сюда. В числитель. Тогда у нас будет здесь плюс. И здесь мы знаки в числителе поменяем на противоположный. У нас получится корень из 5 с плюсом тогда. А вот единичка будет с минусом. Вот так будет удобнее. Равно. И вот теперь у нас здесь x квадрат. Значит 1x мы внесем в первую скобку. А второй x мы внесем во вторую скобку. Тогда у нас получается в результате 1 делить. 1 плюс x умножить на... И вносим 1x в первую скобку. Тогда у нас будет x квадрат. x квадрат. Ну давайте на втором месте вот это слагаемое запишем. Значит у нас тогда будет x квадрат минус единица плюс корень из 5 разделить на 2 умножить на x. И плюс единица остается еще. И вторая скобка. Тоже x вносим. Получаем x квадрат плюс корень из 5 минус единица разделить на 2 умножить на x и плюс единица. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите обязательно какой-нибудь комментарий к этому видео. Продолжение следует...